Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ТУВА-24 в студии Алдынай Хвалык и сегодня в выпуске. ТУВА продолжает сбор гуманитарной помощи для военнослужащих в СВО. Центр управления регионом ТУВА еженедельно регистрирует более 500 обращений от жителей республики. В ТУВЕ состоялось первое заседание нового партийного проекта «Единая Россия. Женское движение». В ТУВЕ начался «Белый месяц» в преддверии национального праздника «Шага». В Байтагинском районе построили новый мост, который соединяет населенные пункты района с чабанскими стоянками. Подробнее в материале наших коллег. Новый мост был введен в эксплуатацию в прошлом году. Новое строение через реку Химчи, как жизненно важный канал, связывает населенный пункт Байтал с 40 чабанскими стоянками. Также желающие отдохнуть в одном из популярных радоновых источников ТУВЫ, Оржане Шевелик, будут проезжать летом по этому мосту. За сезон, по словам местных жителей, на Оржане отдыхает до 4000 человек. Новый мост выдержит весь этот поток и прослужит долго, уверены в администрации района. Старый мост пришел в негодность из-за аварийной ситуации, аварийного состояния. Новый мост выдерживает до 40 тонн, имеет грузоподъемность. Дирово представляет собой хороший и широко распространенный строительный материал. Благодаря малому объемному весу, легкости обработки, простоте сопряжения отдельных частей и возможности изготовления конструкций без сложного оборудования, дерево с успехом применяется для постройки мостов и сегодня. По своей прочности дерево уступает более совершенным строительным материалам, таким как сталь, но все же вполне пригодно для возведения довольно ответственной конструкции, как, например, этот новый мост через Химчик. Студенты одного из учебных заведений республики готовят подарки для участников спецоперации. Вкусный привет из Малой Родины планируется отправить к национальному празднику «Шага». Рассказывает Чинчик Кашпакол. Ей слово. Вооружившись скалками, студенты Тувинского политехнического техникума искусно работают с тестом. Ребята большой команды готовят национальное блюдо для участников специальной военной операции. В зону СВО для наших воинов будут отправлены борзаки – одно из самых популярных и любимых блюд тувинской кухни. Все делается по классической рецептуре с соблюдением необходимых пропорций. Национальная еда станет подарком землякам «Кшага» – буддийскому Новому году. В 2023-м его встретят 21 февраля. От лица Тувинского политехнического техникума хотелось бы передать нашим военным, что мы их ждем на нашей родине, передаем им наши тувинские национальные блюда, чтобы они вдали от родины помнили, что такое «Шага», как это, и сохраняли хорошее настроение и веру в то, что скоро все закончится. Как признаются молодые повара-кондитеры, главное – готовить с добрыми и чистыми помыслами, и тогда все задуманное обязательно сбудется. Всего на передовую отправят 10 килограммов выпечки. В дальнейшем у нас в планах увеличить вот это, потому что этот продукт не скоропортящийся, долго сохраняющийся, и, конечно, там все-таки это кусочек малой родины. И дети, которые обучаются по профессии закроющих портной, они решили сшить мешочки с нашим логотипом, чтобы все-таки вдали от родины наши земляки почувствовали нашу заботу, нашу любовь. Кроме того, некоторые студенты написали письма военнослужащим с теплыми пожеланиями и словами поддержки. Их вместе с борзаками и другим гуманитарным грузом отправят спецрейсом в зону СВО. Сейчас продолжается сбор подарков и продуктов питания, только желательно не скоропортящий, потому что дорога долгая, там достаточно тепло, а надо продукты те, которые выдержат долгое время. Теплое белье, какие-то медикаменты, может быть. Сбор гуманитарного груза и именных посылок продолжается. Помощь принимается по адресу город Кызыл, улица Кочетова, 155, а также улица Кочетова, 30, телефон 217-44. Чинчика Шпуков, Владимир Сюртук, Самдам Иргет, телеканал Туван, 24. В Туве идет белый месяц, по-тувинский Ак-Ай, месяц, когда в свои права вступает Новый год по восточному календарю. По поверью буддистов, перед наступлением шага необходимо провести очищение и освещение своей души, своего дома разобрать запасы продуктов, приготовленных для шага, а также починить старую и пошить новую одежду. Тему продолжит Эрес Мангуш. С давних времен народы Центральной Азии стали пользоваться лунным календарем. Время исчисления по лунному календарю, основанному на чередовании лунных фаз, не совпадает с современным общепринятым грегорианским календарем, рассчитанным на период годичного обращения Земли вокруг Солнца. Поэтому день Нового года по лунному календарю приходится большей частью на разные числа февраля месяца по солнечному календарю. Этот период года у скотоводов в Монголии, Бурятии и Тувы связан с завершением годового хозяйственного цикла, когда минует суровое зимнее время, начинается потепление и вместе с ним пробуждение природы от зимней спячки. Это время связано еще с массовым появлением приплода у скота, началом изобилия молочной пищи. О том, что такое белый месяц, нам рассказал буддийский священнослужитель Буян Башки. Все говорят белый месяц, это обычно после шага говорят белый месяц, а сейчас канун. Что такое канун? Это подводить итог года. С точки зрения религии, духовности нужно целый месяц раскаиваться, исповедаться о том, что в этом году, что мы не так сделали. Это алкоголизм, наркомания, преступления, убийства, воровство, неверие на семье. Потом некоторые могут сказать, я это не делаю. Но все равно люди языками много своей речи накапливают огромную негативную карму. Это ложь, обман, клевета, говорить о плохом других. Например, двое мужчин, даже и женщины встречаются, они третьего начинают критиковать, получать от этого радость, удовольствие. Это ненормально, это плохо. Вот это нужно раскаивать. Самое главное, что вот это внутренние три врага считается. Если человека убили, это не так страшно, это человек может переродиться в раю, например. А если человек убивает себя сам, своим гневом, своей завистью, своим страхом, когда вот эти мысли есть, человек убивает свое счастье, радость, сокращает свою жизнь, делает себя больным. Что нужно делать? Нужно осознать это. Осознать, я думал, говорил, поступал, действовал негативно, а это оказывается для себя страдание, трудности, проблема. Но я искренне сожалею, раскаиваюсь. Я буду стараться это меньше делать. И в этом будущем году я обязательно избавлюсь от этих. Вот такие мысли, это настоящий, правильно пользуем, вот это канун месяц. В Туве состоялось первое заседание нового партийного проекта «Единая Россия. Женское движение». В нем приняли участие представители и руководители общественных организаций и объединений, региональные общественные приемные партии «Единая Россия», Совета ветеранов, Совета женщин России, Комитетов солдатских матерей и героев Отечества, Общественные палаты Республики и матерей России, а также представители министерств и ведомств депутатского корпуса. О планах женского движения узнавала Алден Крис Буян. Цель общественного движения – проведение адресной работы с женской аудиторией, всесторонняя помощь женам и матерям участников СВО, а также поддержка женских добровольческих объединений и их инициатив, поддержка женского предпринимательства, помощь в решении возникающих вопросов в рамках частичной мобилизации. По поручению главы, секретаря регионального отделения, активизируют именно проекты, связанные с СВО, с патриотикой и, конечно, с общественными организациями. В первую очередь мы должны при проработке тех основных мероприятий, которые в сегодняшний день имеются, это, конечно, помощь всеми специальной военной операции, помощь всеми военнослужащих, погибших, без вести пропавших. Заместитель председателя правительства Республики ТВА Елена Хардикова отметила, что на сегодня работа женских общественных организаций освещается недостаточно широко. Мы должны, наверное, точечно все в районах отрабатывать, потому что когда мы, когда мы ее пребываем, обсуждаем, они мало что знают, оказывается, на самом деле. Хотя штаб уже работает приличный срок. Даже та материальная помощь, которую мы единоразовы, которую оказали в числе мобилизации, и очень много наших семей здесь тоже не понимали, были коллеги, поэтому разъяснительную работу сейчас нашей страны будет усилена. В ТУВЕ на сегодняшний день зарегистрировано более 500 общественных организаций. На первом совещании участники женского движения обсудили вопрос проведения инвентаризации женских объединений. Первое – это должна быть инвентаризация. Кто из нас работает, а кто только числится на бумаге. Кроме того, поднимались жилищные вопросы жен военнослужащих, возможность их трудоустройства и повышение финансовой грамотности, а также оказание индивидуальной помощи. Центр управления регионом ТУВЕ еженедельно регистрирует более 500 обращений от жителей республики. Специалисты центра обрабатывают сообщения из многих источников, неофициальных и официальных пабликов в соцсетях, интернет-приемной главы ТУВЕ и мессенджеров. По каким вопросам чаще всего поступают обращения, расскажет наш корреспондент. Только за одну неделю центром управления регионом было зарегистрировано более 500 обращений от жителей ТУВЕ. Одно из них получено через соцсети от многодетной семьи погибшего ветерана боевых действий. Долгие годы они получали лишь выплату по потере кормильца. Благодаря центру управления регионом семья смогла получить выплату в размере 300 тысяч рублей. Отметим, что данную выплату можно было получить раз в 10 лет. Тут мы уже начали актуализировать все федеральные и региональные выплаты и помогли определить одну программу, по которой семья могла получить средства на капитальный ремонт жилого дома. После подачи заявления семья уже получила выплаты в течение пяти дней. Среди обращений прошлой недели выявили популярные темы, которые чаще всего поступали. О финансировании детских выплат, региональной социальной доплате к пенсии и универсальным пособиям. По теме здравоохранения были зафиксированы жалобы на трудности записи к врачу, а также по теме образования – уточнение по перечислению авансов педагогическим работникам за январь. Глава ТУВ поручил установить для органов власти ключевые показатели эффективности по работе с обращениями граждан. Показатели будут стимулировать руководителя улучшать информационную работу среди населения по проблемам, тем самым повышать открытость власти. Разработкой методики ключевых показателей эффективности занимается Центр управления ТУВ совместно с Департаментом по внутренней политике. В систему работы ЦУРа входит время реагирования на сообщения, качество ответов, процент отработанных и просроченных сообщений. Также рейтингование органов власти будет проходить ежеквартально, а итоги будут предоставляться главе ТУВ Владиславу Хавалыгу. Данное решение принято в связи с тем, что в 2022 году органами власти отработано более 61 тысячи обращений, что по сравнению с 2021 годом ниже на 27%. В компетенцию ЦУРа также входит анализ обращений и совместное с органами власти принятие решений, направленных на повышение качества жизни населения. Система Incident Management автоматически отбирает обращения и жалобы граждан по ключевым словам. Сообщения граждан регистрируются везде, вне зависимости от того, где они опубликованы – в официальных или неофициальных пабликах. Важно отметить, что система работает круглосуточно. Кроме того, Incident Management ставит сроки, когда ответственный орган власти должен подготовить ответ заявителю. Это делается по степени важности от 2 до 24 часов. Инна Клаян, Буяна Юн, Азамата Чур, телеканал ТУВА-24. Создать дополнительные места в частных детских садах теперь можно с помощью государственной поддержки. В ТУВЕ в рамках национального проекта «Демография» объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидий из федерального бюджета организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют образовательную деятельность. Как получить субсидию, расскажет Аэросад. Пятиразовое питание, видеонаблюдение, развивающие занятия и многое другое. Частный детский сад «Бэби-Бум» оборудован всей необходимой мебелью, оснащением и игровыми зонами. В том числе и благодаря предоставленной от государства субсидии и участию в конкурсном отборе. Я участвовала два раза. Это в 2020 году и в 2021 году. Всего мы получили оборудование для детского садика. Это у нас столы, стулья, шкафы. Все, что необходимо для обучения детей и воспитания детей. Я открыла частный детский садик в 2012 году. Сама тоже с педагогическим образованием, поэтому я пришла к этой сфере. В частном детском саду «Бэби-Бум» малыши принимают с одного года до семи лет. Всего в двух корпусах расположены шесть групп. В республике с высокой демографией и большим количеством многодетных семей частный сад – это хорошая альтернатива. «Бэби-Бум» – один из немногих частных детских садов, имеющих лицензию. Получили мы лицензию в 2018 году. Очень сложно получить лицензию. Получается, когда проверяют, нас проверяют как государственные садики. То есть ничем не отличаются наши образовательные и воспитательные программы от государственных садиков. В рамках национального проекта «Демография» объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидий из федерального бюджета. Участником может стать не государственная образовательная организация или индивидуальный предприниматель, который имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования. На данный момент участниками осуществляется сбор документации необходимой. И в этом году предусмотрено создание дополнительных 50 мест в частных садах. Финансирование у нас идет федеральное. Предусмотрено более 6 миллионов рублей на создание 50 мест. Конкурсный отбор участники будут проходить через комиссию. И, соответственно, комиссия уже определяет победителей. С 2019 года в рамках национального проекта «Демография» в частных садах было дополнительно создано свыше 300 мест. Отметим, что в Туве на сегодня лицензию имеют 12 частных детских садов. Мы просим непосредственно индивидуальных предпринимателей выйти, скажем так, из тени, чтобы они получили господдержку. Получение лицензии начинается с самого главного, скажем, органа. Это разрешительные документы из налоговой, из Роспотребнадзора. Прием заявок продлится до 14 февраля. Все интересующие вопросы можно уточнить по номеру 61590. Айра Саби, Магуша Замото, Чур, телеканал Тува-24. Тувинский институт гуманитарных исследований в преддверии шага объявил конкурс рисунков по мотивам тувинских народных сказок среди школьников. Об условиях конкурса узнавала Алдынк из Буян. Конкурс рисунков объявили для популяризации тувинских национальных сказок, ведь они учат детей справедливости, честности и благородству. Поэтому они больше, чем другие жанры народного творчества, используются в работе с детьми дошкольного возраста. А для подрастающего поколения это лучший способ узнать о традициях и быте своего народа. Дело в том, что по традиции обычно перед наступлением шага надо было ждать определенное время суток, когда начинался Новый год по лунному календарю. Обычно оно приходится где-то на 4-5 часов ночи. Поэтому обычно тувинские семьи либо проводили время за народными играми, вроде кальшерки или другие, или же наоборот читали для всей семьи сказки. Уискусол и Алдынк из «Золотой богач» Караты Хан. Старшее поколение знает этих героев тувинских сказок. Именно эти сказки помогут и сегодня передать молодому поколению культурный код, который необходим каждому, кто хочет беречь народные традиции. В положении конкурса нет никаких ограничений, поэтому можно использовать всю свою фантазию и возможности. Оценивать работы школьников будут общественные деятели и известные художники тувы. Один из них – Шойчурук, талантливейший живописец тувы, в творчестве которого возрождаются и заново переосмысляются традиции народного искусства. У детей фантазия безграничная, поэтому и красочно они рисуют и, конечно, передают свои персонажи, сказочные персонажи, не как профессиональные художники, они передают по-детскому. И такие детские рисунки даже профессиональному художнику передавать очень сложно. Жюри конкурса будет оценивать оригинальность, образность и полноту раскрытия темы, характеров героев, творческий подход, насыщенность и колорит произведения, художественное воображение и мастерство автора. Рисунки, которые поступят в конкурс, будут использованы в дальнейшем. Они поступят сперва в архив нашего института, а потом будут использованы в виде иллюстраций для сборников тувинских сказок, которые мы планируем издать в ближайшее время. В Тувинском институте гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при правительстве Республики Това имеется огромное количество неизданных народных сказок. Рисунки ребятишек помогут оформить новое издание яркими и красочными рисунками. Тексты наши ученые собирают у сказителей, а потом они перерабатывают, изучают, исследуют. Некоторые слова устаревшие они комментируют, издают, адаптируют текст для чтения и издают. Заявку на участие в конкурсе и фоторисунки в электронном виде в любом формате хорошего качества родители или законные представители ребенка могут присылать на электронную почту. Смуссобака.тикпи.ру до 5 февраля. Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте Тикпи. Президент России Владимир Путин 31 октября 2022 года подписал указ о проведении в наступившем году мероприятий, посвященных столетию отечественной гражданской авиации. По всей стране планируется проведение ряда мероприятий, посвященных вековому юбилею, в том числе и в нашей республике. С ветераном тувинской авиации встретилась Чинчика Шпакол. Сергей Ананин – ветеран тувинской авиации с 41-летним стажем. С молодых лет его влекла романтика, фильмы о небе, поэтому выбрал и успешно окончил летное училище. Так и стал летать. Хоть и большой опыт за плечами, подчеркивает командир, необходимо каждый день совершенствовать свои умения. Сергей Юрьевич считает, что нужно ко всему относиться основательно. Главное в авиации – у каждого должен быть внутренний стержень, а ещё иметь крепкое здоровье. В небе – это основной критерий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... Продолжение следует... В квест-игре соревнуются семь команд, в каждой из которых примерно по 10 человек. Студентам предстоит пройти шесть разных площадок, начиная от психологии до профориентации. На каждой площадке участников ждали интересные задания, связанные с повседневной жизнью. А также студентам нужно было блеснуть знаниями по истории государства, права и других дисциплинах в игровом формате. На площадке преодоления конфликтов студентам нужно было вжиться в роль в разных конфликтных ситуациях – семейных, политических, межличностных, социальных. Продолжение следует... Идет к разрешению некоторых споров, и они достаточно разнопланы в этом. Есть очень хорошая актерская игра у многих. Я иногда провожу, допустим, художественную самодеятельность, конфликт некоторые, сценарии проводим. Ну это очень хорошо, в принципе, все очень классно справляются. На прохождении каждой станции команде дается не более 15 минут. По истечении времени команде начисляются штрафные баллы. Чтобы получить максимально высокие баллы, нужно пройти все площадки за поставленное время. И каждая команда показала, на что она способна, и радовались своим успехам. Я научился там про конфликты деловые и как обращаться в общество и в социальных сетях. Да, это очень полезно. Я раньше в таких соревнованиях не участвовал. Мне увлекательно и полезно для саморазвития и в обществе. Нас общество научило выставлять себя очень открыто, чисто плотно. Надо говорить с людьми с уважением, корректно, высказывать свои полные ответы на вопросы и быть вежливым. Организатором мероприятия выступило агентство по делам молодежи Республики Тыва. Руководитель ведомства рассказал, что в этом году для студентов намного чаще планируется проводить подобные мероприятия. Сейчас мы планируем именно изменить формат наших мероприятий, сделать его более неформальным, чтобы обучение проходило именно в формате игры, чтобы ребята были более спокойными, расслабленными и открытыми. По итогу каждый получает у нас сертификат о том, что он прошел обучение в квест-игре. Также у нас есть три награды, получается, для лучших команд, кто быстрее сделает все это. Квест получился веселым и интересным. Ребята смогли с пользой провести время и отвлечься от студенческих будней. Это были все новости к данному часу. Всего доброго. До свидания.